Всем привет! Сегодня отправимся в город Бакал, который находится в Саткинском районе Челябинской области. Узнаем, куда делся уникальный мост в виде фигушки, выясним, где и какие здания поглотил местный карьер. После просмотра этого видео обязательно делись им в социальных сетях, если считаешь, что оно достойно внимания. С 1757 года между хребтами Сулия и Большая Сука в 15 километрах осадки стоит город Бакал. Живет в городе 19 тысяч человек. Выяснить, как называть местных жителей нам не удалось. Кто-то считает, что правильно говорить Бакальцы, мужчина-бакалец и женщина-бакалка. Другие же считают, что правильно будет Бакалчане, Бакалчанин и Бакалчанка. А вы считаете, как правильно называть местных жителей? Свои варианты обязательно пишите в комментариях под этим видео. Если заезжать в город со стороны Сатки, то вас встретит вот такая стелла и примеры горных пород. На гербе города изображен по пояс раздетый рудокоп, сдвигающий камень с вершины скалы. Для тех, кому интересно, ссылки есть в описании под видео. Градообразующее предприятие города называется Бакальское рудоуправление, сокращенно БРУ. Раньше здание градообразующего предприятия выглядело вот так, а сейчас вот так. Кстати, в 1910 году Сергей Михайлович Прокудин-Горский был проездом в Бакале. Для тех, кто его не знает, ссылку найдете в описании под видео. Сделал он вот эти фотографии. Здесь Бакальские мужчины сидят на накатке дров для обжига руды. Уровень фото очень серьезный, так как на нем можно рассмотреть лица наших с вами праотцов. Вот это же место, только с другого ракурса. Экспертами при детальном разборе было установлено, что мужчины сидят вот на этом месте, чуть выше домика. Фотография называется «Работа на Бакальском руднике». Судя по фото, можно сказать, что елка выросла примерно на 6 метров за 108 лет. Это означает, что в год она прибавляла по 5,5 сантиметров. А на этом фото уникальная подвесная дорога с тяжелого рудника. Эти фотографии – первые и единственные цветные фотографии, сделанные в окрестностях города Бакал при царе Николае II. Главная площадь города, на которой происходят все культурно-массовые мероприятия, выглядит вот так. Если переместиться в середину площади, то окажешься в центре бывшего кругового движения. Сейчас движение можно назвать хаотичным. Если смотреть на дом культуры горняков, то слева будет небольшая аллея героев, справа памятник к ковшу и молоту, а позади вас будет бывший съезд на один из самых уникальных мостов советских лет, который назначили памятником архитектуры. Проходил он от площади и выезжал на улицу Кирова. Демонтировали его в 2009 году под видом капитального ремонта. Насчет уникальности объекта. Мнения местных разнятся. Одни считают, в одном роде. Другие же говорят, что где-то в мире есть второй подобный мост. Если вы что-то знаете о втором подобном мосте, то обязательно делитесь информацией в комментариях. Теперь насчет капитального ремонта моста. Вот как все начиналось. Вопрос строительства моста в Бакале через дорожные пути является открытым. Но уже в этом году, в декабре месяце, мы будем принимать трехлетний народный бюджет, куда внесем строительство моста в городе Бакале. И как у нас заведено, вот только ВОЗ и ныне там. Очень хорошо, что помнят про пешеходов. На сегодняшний день мы проложили пандус через дорожные пути, чтобы хоть как-то облегчить жизнь Бакальцев. И население уже проходит через этот временный переход. Теперь, передвигаясь на авто из точки А в точку Б, необходимо дать крюк в 7 километров. Мы с колясками сейчас гоняем. Но лучше, конечно, чтобы мост был. А как вы считаете, стало удобнее горожанам и гостям города? И как это повлияло на формирование комфортной городской среды? Сама обложка здания Дома культуры горняков издалека выглядит более-менее презентабельно. Но, к сожалению, подойдя ближе, видно, что здание совершенно не ухожено. И никто не занимается его поддержанием в нормальном состоянии. Хорошо, что не забыли про парковку для маломобильных граждан. Для формирования комфортной городской среды это очень важные элементы. А пандуса, чтобы подняться в Дом культуры, нет. Вот так здание выглядит со двора. Очень круто, что здесь можно увидеть настоящие двери и оконные рамы, которые устанавливались при строительстве здания. Думаю, что многие любители архитектуры оценят. Здание также будет интересно любителям теории засыпанных городов. Есть вот такие предупреждалки на фасаде. Крайне грустно, что такие здания доводят до подобного состояния. Обращаем ваше внимание на то, что в Бакале есть множество зданий с не менее уникальной архитектурой. Например, вот и вот, вот и это, и вот это, ну и вот это. Теперь едем по улице Ленина, которая, как оказалось, до 1950 года называлась Магистральной. А с 50 по 56 улица Сталина. Сегодня она упирается в бревно, которое за 5 лет отползло на несколько метров, судя по гугл фотографиям от 2013 года. Если осмотреться, то можно понять, что ты находишься на площади. Это площадь Пушкина или Ленина. Единого мнения, касаемо названия ее, мы не нашли. На этой площади был расположен кинотеатр имени Пушкина. Был он где-то здесь. С этой стороны находился памятник Ленину и школа номер 8, которая после сноса переехала вот в это здание, напротив Аллеи Славы и Вечного Огня. А памятник Ленину переехал во двор школы номер 9. На этом фото, сделанном от кинотеатра Пушкина, видно электрощитовую будку. Сейчас она выглядит вот так. Напротив кинотеатра расположено здание бывшего Бакальского горного техникума. Сейчас выглядит вот так. В нем даже сохранились вешалки в гардеробе. К сожалению, сейчас внутри здания находиться небезопасно. В нескольких метрах от площади теперь находится карьер. Тот самый, который поглощает здание города Бакал по мере своего расширения. Стоя на его краю, можно испытать очень неоднозначные и крутые ощущения. И если повезет, то можно услышать уникальные звуки обрушения карьерных пород. Возвращаясь к нынешнему центру города, очень легко не заметить скульптуру девушки с птицей на руке. К сожалению, информации о названии и почему она установлена именно здесь, найти не удалось. А это дом номер 27 по улице Ленина. Уникален он не только своей архитектурой, но и уличной вывеской советских лет, на которой написано «товары для дома». Уникальность этих вывесок заключается в их живучести. Несмотря ни на что, они продолжают быть именно там, где их установили десятилетия назад. Например, в городе Миас есть вот такая вывеска. Написано «продукты». А в Челябинске вот такая. Здесь написано «овощи». Выполнены они в едином стиле. Установлены один раз и навсегда. И это говорит об очень серьезном уровне советских рекламщиков и монтажников. Еще здесь же есть отсылка в эпоху мыльниц. Когда сделанные фото прежде чем посмотреть и оценить, нужно было провести целый ритуал по выбору формата, проявки, печати и так далее. И только потом ты мог их забрать в специализированном салоне. И попадали все готовые фото в инстаграм прошлых лет под названием «Фотоальбом». Напротив, через перекресток в доме номер 18 была киноафиша. Это из воспоминаний местных жителей. Теперь здесь находится магазин крупной сети, основатель которой Сергей Петрович Студенников. Оказывается, жил и учился в городе Бакал. Сейчас город насчитывает целых три магазина этой сети. А афиша переехала к дому номер 14. Проходя дальше по улице Ленина, видно, что забор на тротуаре частично отсутствует. Кому-то, видимо, нужнее дома. Автобусов и маршрутов в городе мы не увидели, несмотря на большое количество остановок пассажирского транспорта. Очевидные вещи об уникальности архитектуры нынешней школы номер 8 раскрывать не будем. Здесь есть еще одна очень интересная и мудрая штука. Как известно, в детстве через парадный проход на территории школы мало кто заходил. Как правило, с какой стороны идешь в школу, стой и заходишь. Через сломанные заборы, отогнутые прутья, под забором и так далее. Назывались подобные тропины у всех по-разному. У нас их называли козьи тропы. Так и здесь, в рамках программы доступной школьной среды, такую тропину заасфальтировали. При этом не убирая нижнюю часть забора, дабы не нарушать целостность проекта территории школы. Подобную практику считаем вполне разумной и логичной. По адресу Ленина 3, судя по гугл фоткам, было вот такое здание. Сейчас это место выглядит вот так. Также на гугл фотках, на доме по адресу Первомайская 2, висит неопознанный арт-объект. Сейчас он выглядит вот так. Может кто-то из вас знает, как он называется и почему висит именно здесь? Пишите в комменты. А еще рядом с бокалом проходит съезд активистов объединения Урал Космопоиск. Для изучения аномальных явлений в Уральском регионе. Надеюсь, что после этого выпуска нынешняя бакальская молодежь на вопрос, что есть интересного в вашем городе, не станут отвечать. Ничего интересного нет, а смогут рассказать что-нибудь увлекательное. Это камень в твой огород, девочка из Блаблакара. Ну и не обойдем стороной комфортную городскую среду для детей. Ее нет. Детям приходится играть вот здесь, здесь или на краю карьера, что на наш взгляд малость небезопасна. Подслушав разговор мальчишек, которые разбивали породу рядом с карьером, в надежде найти кусочек золота, мы сделали вывод о милом, наивном и неиспорченном сознании детей, которые открыты к развитию. Ну а те, что постарше и уже меньше открыты, курят вот здесь, потому что не знают, как организовать свой досуг, поэтому и курят. Взрослые, создавайте условия для развития своих детей. Если у тебя есть интересные фотографии, сделанные в бокале, то выкладывай их в нашу группу ВКонтакте. Ссылка под видео. Хочешь поддержать проект рублем? Это можно сделать по ссылкам и информации в описании. Подписывайся на наш канал, ставь палец вверх и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был обзор города Бакал в рубрике «Интеллектуальная пища» на канале «Я в городе» от Ирины Ви. Пока-пока! Пока-пока! У-у-у-у!